Друзья, мы начинаем заседание клуба «Улица Правды». Сегодня у нас с оценкой военно-политической обстановки выступает военный конфликтолог Сергей Калмогоров. Я мог бы долго перечислять его титулы, но он мне запретил, просто язык отрезал, и ордена свои, и звания, и победы. Поэтому мы просто говорим Сергей Калмогоров, и это, наверное, будет самое лучшее представление. Вот. А к нам еще должен во второй части подсоединиться Михаил Леонидович Хазин и дать оценку экономической обстановке. Для тех, кто смотрит сейчас трансляцию, я хочу объяснить, у нас сейчас будет не очень хороший звук, не очень хорошее видео. Если вас это смущает, пожалуйста, завтра будет запись. А вот и Михаил Леонидович. Несколько лет назад мы начали говорить о том, что нас ждет левый поворот. И вот этот левый поворот наступает. Мы вступаем в новый мир. Этот новый мир пойдет под знаком просвещенного народовластия. Что это такое? Зачем это нужно? Как это будет работать? Мы этому учим наших студентов. Девятый поток стартует на днях. Записывайтесь на факультет высшего управления. Ну что, мы-то начинаем. Я думаю, что Сергей Васильевич начнет про то, что происходит на фронтах. А я потом постараюсь описать общую картину. Здравствуйте, дорогие зрители, те, кто в студии, те, кто с той стороны, те, кто нас будут слушать в записи. Всех приветствую. Те, кто нас слушают втихаря. И те, кто нас слушают втихаря, да. Мы рады всем. В неочередной выпуск НВП для взрослых. Обстановка на сегодняшний день. Если пересказывать то, что говорят официальные лица, Минобороны, это полная правда. Мы идем так же, только с опережением графика. Первая фаза, прорыв границы, вход и формирование неких территорий для принятия основных сил, она была на сутки раньше. Она должна была 1 марта закончиться. Она закончилась 28 февраля. Успешно. Потери есть. Ну, это война. Кстати, война со второй по территории страной в Европе и с третьей армией в Европе. Это официальные данные. Вот. Основные этапы достигнуты на сутки раньше срока. Сейчас идет развертывание, уже насыщение глубины. То есть вводятся основные... Хочу отметить, это были первые ударные группы. Это не были основными силами. Сейчас будут вводиться основные силы, формироваться база снабжения, база обеспечения. И все идет по плану. Как по карте. Обе стороны Днепра заняты. Развивается наступление на Кривой Рог с формированием на Криворожском аэропорту большой базы. Ну, а там уже вот она, Приднестровье, Киев с юга закроется. Котел основных ударных сил, которые должны были быть задействованы в уничтожении Донбасса, он закрылся. Бесполетная зона нами обеспечена. Сейчас будет работать штурмовая авиация и вертолеты уничтожения. Техники, но она уже пустая, им уже не на чего ездить, потому что ГСМ у них нету. Остается только... Не на чем будет все вывести. И естественным образом это все будет сверху разрубаться. На той стороне понятна истерика, потому что они были в предвкушении победы над Россией. Зеленский должен был там торжественно, клоун Зеленский должен был торжественно где-то на переходе Должанка или Успенка возразить флаг. И чтобы во всех газетах написали, что клоун победил Владимира Владимировича. Страшного, большого и ужасного, и бояться его нечего. Но об этом попозже чуть поговорим. Вот такие, кстати, под Васильевкой, это были войска второго темпа у украинцев. Они должны были обеспечивать поддержку прорыва первой волны. Ну, скажем так, наш генштаб все переехали. Там говорить не о чем, о развитии все понятно. Отрезание Одессы от Киева, расчленение тех группировок больших, которые находятся на востоке, сотворение маленьких котлов, и постепенное сжатие, уничтожение. Как-то вот так вот. Темпы соблюдаются. Есть потери в живой силе, в технике. В живой силе у нас, ну, не такие, как какие. Не такие, которые были ожидаемы. Чтобы можете сами посмотреть, развертывания полевых госпиталей нет. Стационарные госпиталя, они принимают всех, не переполнены. Причем даже и украинцев принимают. В частности, там, этот летчик сбитый. Поэтому здесь все, как бы, по штату. Первый этап, закрытие первой фазы, это время для понимания оценок, для оценки ситуации, понимания взаимодействия, какие есть ошибки. Ошибки есть, да. Потому что это первая война, ну, скажем так, есть определенное сообщество военных экспертов, таких мировых. Там прозвучала фраза, даже которую я, как бы, и не подразумевал. Один из них сказал, что вот Россия явила миру армию седьмого поколения. Это абсолютно новый мир в истории военной науки. Эта операция, конечно, войдет во все учебники. Теперь по ошибкам, которые боевые. Да, там, местное взаимодействие, слаживание, около, очень большой процент небоевых потерь техники, выбытия техники. Ну, это уже вопрос к нашему оборонпрому. Техника ломается, ломается на ровном месте. Есть, конечно, еще к личному составу, по нашему офицерскому составу, те, которые находятся на оперативном уровне. В частности, многие видели колонны, пустые и брошенные. Это потому, что неправильно был сформирован запас. То есть, просто кончился бензин. Почему он кончился? Это уже должно разбираться военная прокуратура, контрразведка, потому, что многое техники не дошло до расчетных точек. Есть, ну, скажем так, две версии, как в том фильме, в ДНР, да, а полбака и полбака – это бак. Это уже военная прокуратура будет разбираться, контрразведка, это их дело, все эти ошибки. Поэтому, по-настоящему, боевого выбытия процента у нас небольшой. Что еще показала первая фаза? То, о чем мы говорим здесь постоянно. Равных по силе врагов у России нет. Все враги находятся здесь, внутри. Огромные деньги выделяются как бы там на формирование среды. Огромные деньги выделялись на русский мир, который якобы в администрации существует президента, которого нет. За этот якобы русский мир и толпы жаждущих встретить с караваем российских войск – нет. Харьков тому подтверждение. То, что мальчики в высоких кабинетах на коврах рассказывали, этого не существует. Наши ребята за это заплатили кровью. Русского мира на Украине нет. В прошлой передаче я рассказывал, что там по отчетам той же администрации президента Одесса, вот они говорят, вы нам там не захотите, мы сами все решим. Вы только покажите. Да, показали. Четыре БДК, шесть ракетных катеров показались, на горизонте постояли и ушли. Где? Значит, в Одессе русского мира тоже нет. Вот так. Второе. Второй враг у нас, понятно, Центральный банк, финансовые группы и олигархат. Они себя все показали, как говорит у нас Квичко, они себя сами окрасили в те цвета, которые сами они себя окрасили. Об этом сами все по телевизору видите, сами все понимаете. Поэтому, что тут комментировать? Какой-то либеральный сектор правительства. Цены взлетели сумасшедше. Безосновательно. Я вам говорю, как дед, пачка памперсов стоила там тысячу рублей, теперь тысяча пятьсот. Где ФАС? Причем, памперсы это по самым маленьким бьет, по самым таким, то сейчас не очень хорошей ситуации. Где ФАС? Минпромторг. тоже там свое добавляет. Таким образом, по подытожу, да, первая фраза показала, что все основные враги здесь. Все наши Минкульт, которых вырастил, вот этих вот, которые там ходят, там, я плачу, которые не плакали восемь лет назад. Там вот эти, разгон фейков, господство Ютуба, в Телеграм-канале, посмотрите, там, несколько каналов, чуть больше, там, двух десятков из того обилия вот этих Телеграм-каналов, которые фейками закатывают. Только Кадыров и вот эти ребята, которые, да, где-то постят, их блокируют. Заметили, что в российском, как бы, Телеграм-канале, там везде написано, ребята, нас будут блокировать, вот запасной аэродром. Так это наша территория, или не наша территория? ВКонтакте. Вот там боты борются, а у нас что, нету? Финансовый сектор, говорит, нас отключат. Ну, там, в четырнадцатом году мы со многими разговаривали, они говорили, что мы софт можем сделать, там, буквально за пару недель. Но основные заказчики, которые должны быть, Минфин, ЦБ, требуют откат, сумасшедшие. Вот тут тоже, я думаю, что по всем этим товарищам и ФСБ должно уже работать, и Владимир Владимирович должен принимать решение. Министерство образования, ничего лучшего, при полном отсутствии, скажем так, воспитательной работы там, спокойной, плаванной, нормальной, решил отчитаться. Всем ректорам разоснали, чтобы они всем студентам приказали поставить знак ЗЭТ, студентам приказать в нашем мире. Кстати, в этом отношении украинство более такие сбитые. Там, у многих блогеров, причем, которые были далеко от политики, абсолютно там, ребята-станочники, там, которые вот в Диае работают, даже, эти, кулинарные каналы, у всех флаг украинский. Вот тут надо принимать решение. Вот это вакханалие, которое у нас творится на медийном рынке, у нас в стране, как-то надо, значит, что-то где-то надо подрабатывать. И это ужас. Ну и еще тот ужас, который у нас в эфире творится, потому что следствия массовой информации, там же список показали, практически все центральные газеты, все центральные следствия информации, они на той стороне. Они выполняют заказ с той стороны. Никто же не говорит, почему, что это все, ой, Россия там начала войну. Стоять. Россия войну не начинала. На русский мир, на красные линии России было нападение в 2014 году, когда в результате негосударственного переворота, как у незаконного госпереворота к власти пришли нацики. Весь мир знал, что они нацики. Весь мир хотел, чтобы мы умерли. Восемь лет, восемь лет, Владимир Владимирович, теряя свой ядерный электорат, пытался дать всем шанс исправиться. Минск-1. Когда Минск-1 случился, то мы там могли за Херсону гнать. Мы в Ялте были, это под Бердянском. Приказ отойти. Владимир Владимирович, наступив на горло русской весне, дал им шанс. Хорошо. Они это оценили? Нет. Из Дебайского котла начали бить по Донецку, просто нам и не говорю, как, по мирным жителям. Это Донецк и Луганск, и все, что вокруг, они в подвалах восемь лет живут. Почему никто из наших звезд об этом не сказал? Ну, потому что деньги у них не здесь, а деньги у них там. Потом был минус 2, срезали этот котел. Все контактная группа, когда кто у них там, французы, немцы и Украина, наши наблюдатели. Вот так повестка дня-то была о том, что Россия тоже участник этого. Нет, Россия наблюдатель. Причем это записано было в резолюции ООН. Кто-нибудь сказал, что вообще-то это резолюция ООН? Нет. потом мы вошли в Сирию успешно и удачно. И вот тогда все решили, что проект Россия должен быть закрыт. Когда Зеленский стал президентом, его специально клоуна поставили туда, стал разобатываться проект большой. Все страны мира начали учить украинцев в войне. Начали поставить туда оружие для того, чтобы одним ударом уничтожить Луганск-Донецк, не считаясь со средствами. Мы знали об этих планах. И когда в контактной группе никто ничего не мог договориться, Сергей Лавров четко сказал, ребята, вы же затягиваете вот для этого. Нет, нет, что вы, что вы. сделали утечку, показали, ребята, мы знаем, что вы делаете. Когда все было подготовлено, все было сформировано, когда при начале боевых действий на аэродромы должны были прийти страны-участницы как у НАТО, Владимир Владимирович сказал, ребята, вот красные линии, не надо этого делать, не делайте этого. Ну, все же сказали, а, чего там? И наше наступление началось за двое суток до начала этой спецоперации, где участвовали все стороны НАТО. Ну, и о том, оговорка Зеленского по поводу ядерного оружия, она неспроста. Договоренности это были обоставки ядерного оружия? Да, договоренности о том, что, когда он это сказал, это означало только одно, на Украину готовили ввоз ядерного оружия. Просто проболтался. Ну, может, не проболтался, может быть, это какая-то угроза была. Поэтому мы не начали эту операцию, мы пришли на войну, с которой Украина и вся там здоровая общественность воевала, чтобы показать, что Россия, да, вот она пришла на войну. Что? Это для них шок? Да, для них шок. Наша разведка работает лучше? Конечно, наша разведка работает лучше. И, кстати, отключение от разработки операции некоторых структур, как в правительстве Российской Федерации, так и в администрации, президент, позволил эту операцию провести. Вот поэтому краски Эксус, почему это произошло, для чего это произошло? Для того, чтобы мы выжили. Но эйфории быть не должно, потому что сейчас они поистерят, поистерят и займутся дальше. Куда нас можно ударить? Вот Коренна Александровна об этом говорит постоянно. Это НКО, которое развернуто на Кавказе в сумасшедшем количестве, на Волге. И удар оттуда придется ждать. И удар этот будет уже более... Они понимают, что военной силой нас схватить нельзя. Вот это была первая попытка для того, чтобы на Россию надавить военной силой. каким последствиям она приведет, я думаю, что она тем, которым надо, нам надо. И они, значит, опять начнут разрабатывать, что Россию, как в 91-м году, в 90-м, можно разрывать только изнутри. И работы в этом направлении идут. И я думаю, что то, что у нас происходит внутри страны в момент, когда вся страна должна объединиться, а правительство делает все, чтобы страна пришла и сказала там, Путин, уходи, немотивированные поднятия цен на всю группу товаров. Причем, должны быть те, которые мы не экспортируем. Вот это что? Это как? Это для чего? Ну, потому что Россия, сильная Россия, никому не нужна. Мощнейшая информационная атака идет, но если посмотреть на карту как бы кто поддерживает нас или просто говорит, ну я вот в стороне, ну это более четырех миллиардов человек на планете. И вот эта маленькая кучка, сколько там в Европе, пятьсот миллионов человек, ну плюс-минус, да там, и США, ну чего четыреста. Они же навязывают всем информационную что все против России, но не все против России. Более того, по тем странам, которые четко сказали, что да, мы здесь, это вырисовывание военно-экономического блока. То, о чем всегда говорит Михаил Леонидович. Это Китай, Россия, Индия, Иран, страны, воздержавшиеся, это Эмираты объединенные, кто там, арабы еще. Ну, ну как бы, ну как бы вот, то, о чем мы здесь говорили долго, когда у нас там вывеска крутили пальцами, оно вот притворяется в жизни. Еще раз говорю, к стойкости и мужеству наших солдат претензий нет, претензии есть к технике, как ее принимали, кто ее принимал, какие заводы выполняли, за какие деньги выполняли эти заказы, надо вот уже в этом работать. Может быть, у нас ракеты полетят лучше. Вот, в принципе, в военном понимании как бы у меня все. Значит, теперь по существу с точки зрения общей экономической ситуации. Значит, у меня все больше и больше складывается ощущение, что Соединенные Штаты Америки рассматривают всю эту историю как инструмент добычи денег. Напомню, что в 1987 году был крупнейший провал на фондовой бирже в октябре 1987 года в США, и теоретически это должен был начаться новый кризис, который они преодолели за счет кризис 70-х за счет регономики, и который должен был продолжиться. но руководство СССР сдало свою страну, и в результате в 1989 году распался СССР, в 1991 году распался СССР, и Соединенные Штаты Америки начали разграбление полученных территорий, что, соответственно, и создало золотой век Клинтона. Идея о том, что можно кубышку вскрыть, она, скорее всего, понравилась в Соединенных Штатах Америки. Они пытались вскрыть это делал Трамп в Китае. С Китаем не получилось. И сейчас, скорее всего, принято решение, что нужно в качестве кубышки такой использовать Евросоюз. Обращаю ваше внимание, как устроены все санкции. Соединенные Штаты Америки и прежде всего Великобритании провоцируют Евросоюз радостно подхватывает, а потом Соединенные Штаты Америки или до конца не идут, или, соответственно, как вот Эппл, да, повернул вообще назад. А, и что самое главное, санкции, которые делает Евросоюз, много больше. И у меня все больше и больше ощущение, что в результате экономика Евросоюза рухнет, и, как следствие, все капиталы из Евросоюза потекут в Соединенные Штаты Америки. При этом Евросоюз попадает в ситуацию Ахову, уровень жизни населения падает в два и больше раз, и это все превращается в территорию, западную часть которой с помощью технологии фронтира получает Великобритания. Вот у меня все больше и больше складывается ощущение, что Соединенные Штаты Америки именно в эту игру и играют. США как национальное государство или США как кластер транснациональных государств? Нет, нет, США как национальное государство. Вы не могли бы чуть погромче говорить? Здесь плохо слышно. То есть они разыгрывают очень четкую и понятную комбинацию. Избежать ее Евросоюз не может. Уже два политических поколения, то есть примерно 20 лет, в Евросоюзе ключевой частью политической культуры является полная безответственность. Поэтому они могут сочинять любые фантазии, нести любую пургу, абсолютно уверенно считая, что им за это ничего не будет. Ну и кроме того, недавно все живут в некоторой виртуальной реальности. Значит, если говорить об элитах либеральных и о населении Украины, у них примерно одинаковый фантом. Вот Сергей Васильевич сказал про отсутствие русского мира, в реальности, ну да, частично русский мир был уничтожен СБУ и националистами через свои батальоны смерти, но в реальности все эти персонажи, что украинское население, что население европейское, у него очень интересный феномен. вот знаете, игроманы, есть такая болезнь, она даже уже прописана отдельно, это люди, которые живут в той реальности, которая в игре, но они тем не менее понимают, что иногда нужно от этой реальности оторваться, пойти на кухню, поесть, там еще что-то сделать, а вот теперь представьте себе людей, которые всю жизнь живут в виртуальной реальности, в либеральной виртуальной реальности, у них нету никакого представления о том, что может быть какая-то другая жизнь, и то, что сейчас происходит, это истерика, потому что они категорически отказываются признавать сам факт наличия другого мира, другой жизни, их нельзя переубедить, понимаете, как только вы им пытаетесь что-то говорить, они начинают визжать, только чтобы вас не слушать, нет другого мира, есть только этот мир, и мы будем в нем жить, и вы перестанете нам нести пургу, ничего лучше этого мира нет, ничего другого нет, и быть не может, ну и так далее, и тому подобное. Поскольку я учил детей в школе, то я с такой ситуации иногда сталкивался, и я прекрасно понимаю, что это крайне тяжело. Ну, например, такое бывает, когда очень избалованные, и в общем не очень умные дети неожиданно попадают в жесткую среду, то есть у них возникает ощущение лютой ненависти к окружающим, причем я сейчас не говорю о том, что их травят, их наоборот, их даже не травят, их даже пытаются поддержать, но лютая ненависть и, соответственно, категорическое нежелание признавать, что что-то может быть альтернативным. на Украине это все будет лечиться на протяжении многих месяцев. Нет, месяцев по очень простой причине, потому что в рамках старой модели невозможно будет достать еду. Вот, и по этой причине они будут вынуждены частично признавать эту альтернативную реальность. А тут фокус состоит в том, что если эта реальность начинает разрушаться, она разрушается сразу. То есть, они будут в состоянии депрессии, они будут всех винить, прежде всего Россию. Вы разрушили нашу среду. Дальше у них будет ощущение, что они были счастливы. Особенно это касается вот тех полутора поколений, которые были воспитаны последние 25 лет. Особенно тех, кто сформировался, грубо говоря, которым в 2014 году было 10 лет. 8 лет последних. Да, 8 последних лет. При этом вы поймите, это же катастрофа. Это люди, которые к тому же ничего не знают. Даже те из них, кто получил образование на украинском языке и считают, что у них есть высшее образование, они никому не нужны, никому не интересны. Их никуда не примут. Аналогично этих людей не примут на Запад, потому что на Украине не учили с точки зрения Запада. И этих людей не примут у нас, хотя бы потому, что они не умеют нормально говорить по-русски. Им все будут говорить, научитесь сначала грамоте. То есть, это как бы уборщики, подсобные рабочие, крестьяне и так далее. Они этого никогда не простят. Но это, впрочем, не играет никакой роли, потому что именно в силу вот этой вот ситуации они никогда не возьмут в руки оружие и никогда не будут ничего делать. Ну, потому что взять в руки оружие, это значит принять на себя ответственность. Они на это не готовы. То есть, фактически, речь идет о том, что примерно там несколько миллионов человек, ну, хорошо, там, пять миллионов человек, может быть, семь миллионов человек навсегда выкинуты из жизни. Единственное, что они могут сделать, это дать жизнь следующим поколениям, которые будут воспитаны более-менее нормально. Вот. Что касается Евросоюза, это вообще катастрофа, потому что они уже даже на это не способны. В Германии количество детей на одну женщину в среднем меньше единицы. Поэтому я думаю, что на протяжении ближайшего поколения полутора Германии будет исчезать. Сменяться на исламистов. Ну, так же, как Швеция и Норвегия, которые уже африканские страны фактически. Такая же ситуация, скорее всего, скоро будет в Финляндии. А сбежавшие туда украинцы... Подождите, давайте познакомим доклад, потом будет вопрос. Плюс к этому надо добавить еще одно обстоятельство. Сбили меня. Забыл я, что хотел сказать. Африканские страны. Нет, нет, там я... Какой Евросоюз. Вот. Значит, по этой причине я абсолютно убежден, что Евросоюз как политическая сила и большая часть стран Евросоюза как политические силы исчезнут. Все. Их просто не будет. Про них можно забыть. Ну, на интервале 30 лет, разумеется. Они сейчас говорят, что они собираются восстанавливать, скажем, армию в Германии. Это смешно. Дело даже не в том, что у них нет на это денег. У них нет на это людей. То есть, это просто невозможно. То есть, можно предположить, что там, что будут как это, федеративные арабские эмираты на территории нынешнего ФРГ. Но это тоже еще рано. Это еще лет 50. Там полно немцев. Так, подождите. из ГДР. Подождите. Нет. Вопросы потом. Им уже много лет. Они не могут служить в армии. Немцы из ГДР, которые как бы ГДРовские, которые служили в ГДРовской армии, им уже всем за 50. Они могут очень. Давайте, мы не будем спорить. И они не будут этого делать. Значит, по этой причине я считаю, что стратегически на этой территории можно ставить крест. локально они нам конечно много крови вопортят. Что касается российской ситуации. Значит, у нас есть целая куча проблем. Пятая колонна проявила себя в полной красоте. Ставка поднята. Что значит, что ставка поднята? Это означает, что большая часть промышленных предприятий должны будут либо поднять стоимость на свою продукцию, что означает, что ее никто не будет брать. и соответственно переходим ко второму варианту, либо объявить о своем банкротстве. А вот теперь смотрите, по российскому законодательству о банкротстве банки могут буквально через 2-3 дня после объявления начать продавать активы. И с учетом того, что в наших банках подавляющее большинство пятая колонна, первое, что они начнут сделать, продавать на металлолом оборудование. То есть может оказаться так, что оборонные предприятия, когда туда приедут представители армии, будет из себя представлять пустое пространство. Ну, то есть пустые цеха. И это будет формально по закону. Я считаю, что сегодня нужно срочно в рамках законов, может быть, даже указа президента объявить о том, что любая остановка хозяйственной деятельности промышленным предприятиям по вине банков или кредиторов ведет за собой немедленную уголовную ответственность этих самых кредиторов и банков. И руководство банков. Немедленно. Это надо делать буквально вот к окончанию мартовских праздников. И желательно со всех оборонных предприятий списать все долги. Там у них есть масса споров друг с другом, еще чего-то, причем на миллиарды. Вот это все должно решать государство в рамках своей финансовой системы. Предприятия этим заниматься не должны. им сейчас не до того. Вот это, как мне кажется, принципиально важная вещь, которую нужно сделать немедленно. и немедленно вернуть назад и немедленно вернуть назад учетную ставку. Потому что рост цен это результат импорта и соответственно собственно действий самого центрального банка. это надо делать срочно немедленно. В противном случае мы можем получить очень большие проблемы. Дальше нужно делать некие конструктивные вещи, про них я рассказывать не буду, я про них буду разговаривать с новыми людьми, которые будут назначены на посты руководителей Министерства финансов и Центрального банка, потому что говорить об этом сегодня это глупость. Но то, о чем я сказал, нужно сделать срочно. Вот такая картина на сегодня. Какие будут вопросы? Такой вопрос. Было ощущение, что два дня назад похоже Путин сильно подыграл Евросоюзу, то есть Зеленский скажем так в Евросоюз подал заявление, его тут же приняли к кандидатам, Песков сказал, а мы типа и не против. Нет ли тут какого-то подыгрыша Евросоюзу? Ну увольте, я не буду обсуждать тактические игры, абсолютно очевидно, что Ну хорошо, потом объяснишь. Лично для меня абсолютно сейчас объясню, что Путин играет в очень сложные тактические игры, комментировать которые я не буду, поскольку у меня нету инсайдерской информации. Ну вот сегодня вышла информация, мне ее сообщили по независимым источникам, ну грубо говоря из Дубая, а соответственно сегодня она уже появилась наследный принц Саудовской Аравии объяснил Соединенным Штатам Америки, что инвестиции Саудовской Аравии в финансовый сектор США резко сократились и им было объяснено, что расти они не будут. Сергей по всей Европе Молдаване первые их пустили Молдаване в шоке. Я с той стороны они тут же начали красить остановки в красно-черные цвета, в желто-блакитные. Он приходит в молдавский ресторан, Молдаване люди общительные, они начинают их обслуживать с их понимания на том языке, который украинцы могут понять на русском. И там жуткие истерики, ты со мной говоришь, мою страну бомбят русские, ты со мной говоришь на русском. Причем в конце счета очень многие показывают паспорт украинца, говорят, мы потерпевшие, вы нам должны. Молдавия, я говорю, она уже в шоке. Поэтому запустить огромное количество украинцев в Европу, кстати, немаловажный факт, на западе Испании наши олигархи организовали такой коттеджный поселок. И там обслуга была украинская. Морбили, что ли? Наверное, как только началась наша операция, украинцы выгнали всех этих олигархов и туда расселяют украинцев. Поэтому я считаю, что это хорошо, я говорю, что ребята, там надо не только так, там надо прийти во все дачи и дворцы наших олигархов и там расселять украинцев. Ваш вопрос. У меня вопрос. Я очень много сейчас общаюсь с людьми из Киева и вижу, что население, даже то, которое очень устало от той власти, которая была, от нациков, сейчас они все сплотились вокруг украинской идеи, то есть мозги промыты и мы имеем на фоне тех военных успехов, о которых вы сказали, на данный момент 30 миллионов достаточно враждебного населения. Это прекрасно. И с моей точки зрения, одна из причин, это как раз вот это может быть два неправильных слова, русский мир, то есть там эта идея, она может кроме Востока не была популярна. Можно придумать другое слово СССР-2, который был бы смысл, но как-то по-другому. Во-первых, они станут нашими союзниками, а что с этим делать с враждебным населением? Подождите, во-первых, какие 30 миллионов? Ну мы берем большую часть Украины, от Харькова до Лужгорода. Коммунальщики говорят о том, что на Украине живет не более 23 миллионов. Хорошо, 23 миллиона, ну хорошо. Это раз, подождите, это раз. Второе, как показывает практика, Киев брать не надо, надо его запереть, они там сами всех перестреляют, сами себя перестреляют. Выросло поколение, которые не понимают, что такое ответственность, даже ответственность, даже беря в руки оружие, они не понимают, что такое ответственность. Надо им дать самоликвидироваться. Второе, сколько было в Германии, весь рейх был против Советского Союза, но когда смогли репродукторы Гибберса, через пару дней все выстроились к русским кухням. почему стали наносить удары по радиотелевышкам? Да, украинский опыт показывает, что правильная работа с соответствием массовой информации, ну, не такая тотальная, как у них там жесточайшая цензура, должны быть какие-то люди, да, но оно работает. Когда все говорят о том, что Владимир Владимирович тиран тоталитарный, посмотрите, вот, тоталитарный тиран, зомбированное поколение, люди, которые уже не понимают, ну, как это вообще дружить с Россией, они должны самоликвидироваться, надо им раздавать оружие. Прекрасно опыт Харькова показал, что не с кем говорить. А вот когда все отключится, когда люди, когда холодильник победит телевизор, вот тогда очень найдется очень много здравых людей. Я могу сказать, что вот на Верховьях Лены есть такой город Учкут, и там очень много людей из Западной Украины работают на лесоповалах. Нормально работают. Когда строили Крымский мост, там тоже очень много людей работало с Украины. Нормально работали. Это когда холодильник побеждает телевизор. Основная задача, вот наша сейчас, чтобы у них начали говорить холодильники. Мамы, папы, дети. Надо, чтобы люди вернулись с этих вершин внизу, посмотрели вокруг себя, сказать, боже, это же сделали мы. Это вот так. Ваш вопрос. Ну, очевидно, что мы проиграли информационную войну сто процентов. Это утверждение в нашу вопрос. Да, вопрос такой. Если настолько серьезная ситуация с информационным фронтом, если настолько серьезная ситуация с пятой колонной внутри, то мне кажется ли вам, что это фактически уже революционная ситуация, пора брать и телеграмм, и телеграмм, и ванн, и ванн. действует. Когда дело доходит до того, что надо что-то кушать, придет понимание, что либеральной модели все-таки нет. И это вызовет дикую ненависть. То есть, грубо говоря, тот ресурс, который можно было бы потратить на то, чтобы создать какой-то запас еды или еще чего-то, потрачен вот на разные глупости. И вот теперь что? А при чем здесь мы? А мы живем в другом мире. То есть, грубо говоря, если ты хочешь, чтобы тебе дали покушать, надо себя вести адекватно. Научись вести себя адекватно. А не строить из себя, прошу прощения, украинского патриота. Нет такой страны больше. Все. И не будет. Николай, я имею в виду Украину даже. Я имею в виду сейчас самую большую урагу здесь. Да, это вы поймите, та же самая ситуация. Эхо Москвы уже закрыли. Если сейчас им обрезать финансирование, им обрежут финансирование. Вопрос. А почему этого не происходит сейчас? А вам не приходило в голову, что сейчас идут постоянно каждый день 24 часа в сутки очень сложные переговоры? Если исходить из той логики Соединенных Штатов, которую я описал, то вопрос о том, где пройдет красная черта, где наша, где ваша. Как, соответственно, будем делиться? Вот принц Саудовской Аравии уже сказал, а я вот с ними. А Объединенные Арабские Эмираты ввели визы для украинцев. Поломанджи, поломанджи. Вот, это, вот еще раз, вот понимаете, там каждый занимается своим делом. Я не буду учить Владимира Владимировича Путина, где должна проходить граница. По целой куче разных причин. Прежде всего, потому, что я прекрасно понимаю, что он это знает лучше. И поэтому, я не буду этого делать. Вот, что делать с экономикой, я знаю. А вот, что делать, как бы, где пройдет граница, я пока не знаю. Вот это принципиально важная вещь. Да, с контраргументом у нас... Да, вот. Давайте я еще скажу. Да, сейчас, еще отвечаю на ваш вопрос. Поэтому мы выиграли. Потому, что они фактически вместо того, чтобы пытаться предложить альтернативную модель живую, вместо этого занимаются гальванизацией трупа. Люди, которые занимаются гальванизацией трупа, могут показывать очень эффективные картинки на время, а потом окажутся в крайне тяжелой ситуации. Вот они и окажутся. При этом, еще раз повторю, вот эта вот логика, что это часть, что это наше, что это часть русского мира, еще чего-то, это тоже в той старой модели. И поэтому этого не будет. Может быть, они на это и рассчитывают. У них может быть такая логика, что тем сильнее мы будем орать, что мы украинцы, тем больше нам дадут, чтобы мы изменили свое мнение. Ничего не дадут. Я дополню. Во-первых, я соглашусь с Михаилом Леонидовичем в том, что данная ситуация мы выиграли. Почему? Потому, что Владимир Владимирович показал всем, всем, даже самым упоротым, кто такие наши либералы. С ихними интервью они сами себя закопали. Поэтому не надо вот этих лозунгов брать, власти, телеграф. У нас есть власть, она у нас законная, она у нас выбранная. Это уже Владимир Владимирович принимать решение. У него есть группа, как показали эта операция, есть группа очень четких, спокойных людей, которые могут разрабатывать операции мирового масштаба. Я вот нисколько не стояю, что это операция мирового масштаба. В глубочайшей секретности, что эта группа разрабатывает сейчас, наверное, мы скоро увидим. В том числе и по Министерству обороны, какое-то образование, по Министерству обороны вопросов нету. В том числе и по СВР, и по Министерствам Минпромторгу, по Прабанку, и про финансовый наш сектор. Потому, что мы находимся в условиях войны, у нас чрезвычайное положение, весь мир объявил нам войну, мы готовы это увидеть, я думаю, что есть уже готовые решения, которые скоро мир увидят. При этом Западу терять у нас гораздо больше, чем нам у них. То, что там у олигархов забрали арестового чета, только рад. Нас не пустили на Евровине, боже мой, счастлив. Нас отодвинули от футбола, я счастлив. Наконец-то вот эти кривоногие за огромные деньги больше не будут нас тратить деньги на... Собачек и кошечек обидели. Можно про... Да. А, и, кстати, между прочим, наши паралимпийцы, это вот маленькая принципиальная вещь, Си сказал про спина к спине, а когда наших паралимпийцев от соревнований отстранили, он паралимпиаду не остановил, не прекратил, и на голосовании вон проголосовал, воздержался всего-навсего. А это, между прочим, по китайским вещам. Потеря лица. Самая страшная вещь, которая может быть я очень уважаю своего друга Дмитрия Владимировича Рады, который на факультете высшего управления... На факультете высшего управления однажды я присутствовала с удовольствием на его лекции, и он говорил, извините, что в третьем лице присутствующем, говорил о том, что логика, транслируем, то есть логические парадигмы, логические нарративы на общество в общем не действует. Поэтому я бы хотела привести некоторые образы. С моей точки зрения то, что мы сейчас делаем на Украине напоминает спасение утопающего, которого сначала нужно ударить по голове, чтобы он потерял сознание и вас не утопил. И после этого подтащить его к берегу. это очень точный, поверьте мне, образ. И сейчас не нужно. Он может кричать, он может ругаться, все, что угодно говорить, его нужно просто сильно ударить по голове, чтобы он потерял сознание. Иначе он может утащить вас на дно. Другие два образа из одного советского культового фильма Чапаев. если вы помните, когда перешедший на сторону красных денщик генерала говорит о том, что готовится психическая атака. Я очень хорошо помню аристократичный Бабочкин, он вообще такой. И вот он, изображая простого неграмотного Чуваша, а Чапаев был Чувашом, как вы помните, наверное, сидит. Он даже по-моему в рубахе в нижней, да, и он вот так вот это самое, и так он задумывается и говорит, психическое, ну давай психическое, понимаете, вот идет психическая атака. И еще один образ из этого же фильма, когда, помните, Анку Пулеметчицов, ну я наверняка вы все смотрели, вы ее спрашиваете, что ты не стреляешь? Она говорит, пусть подойдут поближе. Вот сейчас я перехожу уже к логике, потому что мои компетенции позволяют мне, ну довольно профессионально, я надеюсь, говорить об информационной войне. Никакую информационную войну мы не проиграли. То есть существует два способа. Один способ это идти в атаку. Имея достаточно хорошо разведанную информацию, зная слабые точки противника, и имея весь набор аргументаций и аргументация, которая позволит как бы лишить противника инициативы. Такой возможности у нас не было ни технической, ни по ряду внутренних причин, ну если можно так выразиться, идеологической. Я сейчас не подбираю слова, но я надеюсь, что вы меня понимаете. У нас остался другой способ, который мы собственно использовали. Мы дали возможность перегреть эту температуру до степени невозможной, сбросить маски абсолютно всех, как внутри, так и снаружи. То есть заманить врага на свою территорию и дальше его изматывать. Другое дело, что для этого нужно разрабатывать соответствующую тактику точечных ударов, которые бы, например, ну в качестве такого точечного удара, который сегодня не сработает, но он сработает завтра или послезавтра. Это то, о чем я говорю там в том числе и публично на федеральных каналах. Нужно говорить о биолабораториях и опасности биологической войны, а мы знаем, что как раз 24 февраля должны были открыть две биологические лаборатории из США на территории Украины в Киеве и в Одессе, которые в том числе заточены были на то, чтобы заниматься разработкой биологического генетического оружия. Вот. А вот этого мы позволить не можем, как в фильме тот самый Мюнхгаусен, понимаете? Это раз. И второе. Ну, не знаю, нужны ли вам подробности, на Украине действующие четыре атомных электростанции, помимо Чернобыля, семь, пятнадцать энергоблоков четырех станций, на четыре станции пятнадцать энергоблоков. Семь из них оснащаются стержнями компании, американской компании Вестинхаус. Эти стержни американцы заказывают в Швеции. Сплавы этих стержней не соответствуют требованиям безопасности. То есть у нас ТВЭЛовские стержни из другого сплава. Это наш секрет, который, к сожалению, им вот не достался по каким-то причинам. Поэтому семь энергоблоков находятся в потенциально аварийном состоянии. И это не все. Поскольку у них были проблемы, и это с четырнадцатого года, поскольку у них были проблемы с газом, ну, энергетические проблемы, то я не атомщик и не специалист по атомной энергетике. Я просто разговаривала с ветераном МАГАТЭ, специалистом по безопасности атомных станций. Поэтому я как могу излагаю это. Я филолог, извините. Он говорил о том, что, в принципе, как бы вот эти вот блоки, они всегда включаются не на сто процентов, а на пятьдесят. Вот реальный, нормальный режим и режим работы это пятьдесят процентов. С четырнадцатого года они работают на сто процентов. Значит, я вам это все рассказываю. Это логика, конечно. И понятно, что любая авария угрожала нам, угрожала Белоруссии, угрожала всей Центральной Европы. Сейчас нас с этим не услышат. Но я вас уверяю, что в какой-то момент, особенно после того, о чем рассказывает Михаил Леонидович, когда холодильник, вернее, и Сергей Васильевич, когда холодильник наконец как-то начнет работать, начнет работать и этот аргумент. Вот. Третье, мне не нравится, что в нашей пропаганде мы пока еще не нашли новых, как теперь модно говорить, мемов. Вот. И в том числе я достаточно критично отношусь к такой формуле, как братский украинский народ. Я не знаю, я... Русский это этноним и политоним одновременно, да, вот с точки зрения меня, значит, с моей позиции. Вот. Ко мне подходит этот политоним. И так за границей ко мне и относятся, соответственно. Вы как все русские, там, и так далее. И я не спорю и не говорю, извините, я это самое, я вообще там, это азиат, там, туда-сюда, и так далее. Ну, тогда объясните, а кому, в каком смысле братья, если вы хотите сказать, что они братья по славянскому происхождению, ну, знаете, это вряд ли сработает, поляки тоже вроде как бы славяне, да, болгары тоже славяне и так далее. Это не работает. Вот. Поэтому я считаю, что нужно актуализировать тему русской цивилизации, которая полиэтнична, поликонфессиональна, и которая имеет, как мне подсказал тоже Дмитрий Владимирович вчера, мы с ним беседовали, свои исторические права. Вот свои исторические права и право на жизнь. Вот те, кто считают, что у нашей цивилизации нет права на жизнь, являются нашим врагом. Но если мы будем говорить о братском украинском народе, а я знаю, что на территории постсоветских государств и на всей территории России активно в тюркских регионах, где тюркские народы являются титульными там, да вплоть даже до Чувашии, активно действует проект Туран. Если мы будем говорить о братском украинском народе, это будет раскалывать наше общество. Я считаю так. Вот. Ну, может быть, я не права. Это мое личное мнение, я его хотела высказать. Вот. Мне кажется, что вот в определенном смысле я назвала все, что хотела. Если ко мне будут вопросы, то я буду рада на них ответить. Так, вы уже задавали вопрос. Вы уже задавали вопрос. Да. Вопрос такой. Сегодня в телеграм-каналах появилось видео, где вооруженные люди с закрытыми лицами представляются жителями Украины, которые готовы воевать против Зеленского. Вы посчитаете, насколько это объективно, насколько это реально? Есть определенное количество, которое было пропукано, скажем так, той же самой администрации президента на территории Украины, которые готовы были воевать за русский мир. В 18-м году в администрации президента, я говорю, как человек, который этим занимался, пропуканы были проекты Запорожье, батареон Запорожья с мобилизационным резервом до бригады Одесса, Харьков. Это все было. Просчеты они уже есть. Если бы в Бердянск бригада Запорожья бы зашла с определенными людьми, там бы вопросов не было. Вопрос же первоначальный план был о том, что Украина как-то разберется и соберется. Должны были быть люди, которые должны были сказать, это не Украина. Вот эти нацики, это не Украина. Украина, она вот такая, добрая, с украинской мовой, с соловиной, певучей, что это нацики, а Украина это мы. Вот, Запорожье, не знаю, тот же Харьков мог этим говорить, та же Одесса могла сказать. Но проект, который мог в себе аккумулировать протестное население на Украине, он был убит. Это понятно, вопрос был другой. У меня был вопрос, насколько вы верите, что сейчас это реальность, это не Харьков? Простите, можно я скажу циничную вещь? Возможно, это звучит цинично. На самом деле, трезво. Никакая информация, которую вы лично по причине ограниченности возможностей не можете верифицировать, я бы не рекомендовала на ней как-то останавливаться. Она не останавливается? Да. Я просто буду рассказать. Я понимаю, что многие люди, многие люди сейчас могут выйти из-под поля, но традиционного центра нет. Они готовы, да, там внутри помогать, они там восемь лет отождались, сидели в подвалах, в пеленом смысле. Но на данный момент точка сборки сборки где? Нету. Точка сборки была у нас еще в 16-17-18-м годах. Она была уничтожена. То, что там люди, которые хотят поучаствовать в освобождении своих городов, никто не может это исключать. Но на данный момент никто не может сказать, это наши или не наши. То, что там такие есть, ну, наверное, факт. У меня вопрос на один из них вы уже практически ответили. Да, я, кстати, добавлю. Поймите, логика вот этого русского мира, да, он был ликвидирован, но он тоже был в рамках той вот либеральной модели, которая была там. Все, дружбы больше не будет. Поймите, вот логика, что надо с кем-то дружить, она закончилась. Теперь, соответственно, логика другая. Те, кто хочет выжить, должен вести себя вот так. Шаг влево, шаг вправо, идите ваши проблемы. Все, шутки закончились. И более того, если бы мы тогда, грубо говоря, в 15-16 году попытались восстановить дружбу народов а-ля СССР, это бы сегодня закончилась для нас катастрофой. Уж пятая колонна была бы сильно больше. Я напомню, что СССР создавался в 20-е годы в рамках крайне жесткой модели. И дружбу народов там на самом деле начали реально демонстрировать уже скорее в 60-е годы. А до этого она пропагандировалась, но все было крайне жестко. Ну, за исключением украинизации, но тут как бы все понятно, что делалось. Потому что никто не имел в виду, тогда было как бы разделение на пролетарское сознание и не пролетарское. Считалось, что национализм, что национальные идеи умерли и исчезли. Сейчас ситуация вот такая. Все, мир изменился, больше дружбы не будет. Либо вы присоединяетесь вот к нашей логике, либо решаете свои проблемы сами. Мир пришел в движение, и поэтому вопрос, что мы можем ожидать от Ирана и Турции в контексте последних сообщений о возобновлении переговоров о ядерной сделке и о последнем интервью турецкого представителя сегодня ходила на РБК. Если вы смотрите, конечно. Про Турцию ничего сказать не могу, а про Иран мне абсолютно очевидно, потому что демонстрация Бен Салмана по отношению к Соединенным Штатам Америки возможно в одном единственном случае, если он точно понимает, что его поддерживает и Россия, и Иран со всеми вытекающими отсюда последствия. А про Турцию вот Сергей Васильевич сказал. Сегодняшняя статья, она, кстати, такая знаменательная, как мы уже говорили, что о чем была статья, о том, что там же были постоянные отсылки к Ататюрку. Это значит, что те силы, которые хотят Турцию оставить именно в, скажем так, не в европейском, а в той многонациональной культуре, они набирают обороты. Когда, я вот давным-давно уже говорил о том, что тогда, когда Эрдоган сфотографировался с картой великого Турана, он всем своим оппонентам показал, что этот проект закрыт. Почему? Турция имела великолепный шанс в 2014 году возглавить, скажем так, антисирийское движение, куда, кстати, входили 51 страна, весь лигар арабских государств, все НАТО. Тогда на деньгах, которые выкачивались из Сирии дальше, у него было большое финансовое подспорье. Но, он же человек очень умный, когда он начинал большой поход за Великий Туран, он имел здесь, и вторая миссия у него была, когда он понимал, что он проиграет, он понимал, что страна, которая зависит от экспорта, и страна которая находится в английской модели управления финансами, рано или поздно рухнет. Этот проект мог бы продолжаться дальше, но Россия вернулась в 2016 году в Турцию, не в Турцию, в Сирию, и все. И те обещания, которые он давал, что мы там пойдем, деньги, деньги заканчиваются. Те деньги, которые он добыл через, легализуя и актуализируя нефть, таяш через порты или что, вскончились. И он начал просто их выбрасывать. Вот теперь с той инфляцией, которая у него есть, этот Михаил Веленьшев вам расскажет, что она сумасшедшая, с тем, что он не управляет своей финансовой системой, а этим занимается Британия, проект Великого Турана сдох. И вот эта там большая Турция и так далее, это все умерло. И когда он фотографировался, он показал, да, я вот с ними, они будут набирать постоянный, переходить 10-ти процентный барьер, с Эрдоганом ничего не будет, он будет лидером вот этой огромной националистической партии, она большая, ну, не больше 15%, и он будет в безопасности, он будет абсолютно закрыт государственными гарантиями, все. Тот великий Туран, еще раз это была система его запасного варианта, если бы у него получилось бы как-то дальше Турцию двинуть, но для того, чтобы двигать страну дальше, надо быть самостоятельным, иметь свою финансовую систему, надо иметь свои рынки сбыта внутри страны, и ресурсы, и ресурсы, а когда ты все экспортируешь и импортируешь, какие ресурсы, какая самостоятельность, да, он был сильным, причем я жалею, что вот если бы Эрдоган стал пациентом Украины, вот мы бы жили бы вот прямо душа в душу, а на полном серьезе, то, что он талантливый человек и гениальный человек, это факт, что он стратег, который, вот, будучи страной НАТО, там, дружит со всеми вокруг себя, то, что они выживают, а как-то Лира держалась до последних его выступлений, это талант, и вот если бы у него были бы ресурсы Украины или местоположения Украины, мы бы в Украине бы завидовали, а так вот не в той стране родился Эрдоган, и статья об этом подтверждение. Михаил Леонидович, не ту страну назвали Гондурасом. Михаил Леонидович, как вы считаете, сколько тысяч человек в экономическом блоке надо заменить для того, чтобы страна двинулась вперед, и есть ли они эти люди? Да их там всего две-три тысячи. А они есть? Что? Кого заменить? Да, это на кого? А, значит, дело в том, что ситуация устроена очень просто. Значит, это тема, которая решалась уже много-много раз в истории человечества. Я ее уже описывал в виде доброй, соответственно, сказки про заседание коллегии Министерства финансов. появляются люди молодые, называются они комиссары в пыльных шлемах с маузерами, которые приходят и говорят, нужно решить такой-то вопрос. Им говорят, вы знаете, этот вопрос решить нельзя, опытные профессионалы. На что эти люди, соответственно, объясняют, такому-то числу этот вопрос должен быть решен, ну, там, к такой-то дате, к такому-то моменту. Дальше они возвращаются к этому моменту, говорят, нет, мы же вам сказали, это решить невозможно. После чего руководители организации прямо тут же ставятся к стенке, его расстреливают. И дальше его заместителю говорят, у вас осталось два часа, решайте вопрос. Для этих целей предназначен данный подвал. Прошу. Михаил Иванович, Завтра Госдума голосует по поводу ответа бюджетного правила. Можно, дайте, еще немножко раскрыть. По-моему, что-то же обсуждалось столько раз. Нет, они отъедают. Ну, наконец-то, надо было его с самого начала не принимать. Еще вопрос вопрос. У меня вопрос в продолжении обсуждения по поводу разных стран. Вот, Михаил Иоанинович сказал, что главный бенефицар, возможно, США. Но сейчас очень много информации, что, возможно, главным бенефицаром может стать Китай. Вот, по стратагеме мудрый обезьян наслаждения если бы Китай был бы главным соответственно бенефицаром, он бы себя вел иначе. Кроме того, у Китая очень тяжелая ситуация, потому что, ну, во-первых, они потеряли лицо, сначала сказали спина к спине, а потом, соответственно, воздержались. А это кто-то заметил? Вот, ну, скажем так, вот. Это заметили в самом Китае. Да. А почему? Что почему? Это вопрос не ко мне. Понимаете, в чем дело? Это вот Андрей Девятого спросите. Мы не забудем, что у Китая под ним тяжелейшая экономическая бомба. И они могут рухнуть. В смысле, Китай. Потому что они реальный сектор либеральной модели, правильно? Ну, у них, потому что они жили, они мультиплицировали экономику через внешний спрос. А как бы поддерживали свои провинции через эмиссионные дотации. У них внутренние дотации 25% от ВВП. Остановить их нельзя. Потому что в этом случае начнется китайский бунт бессмысленный и беспощадный. А мы, по сравнению с китайцами, в этом смысле дети малые. И, соответственно, по этой причине единственный способ, нет, китайцы могут, грубо говоря, взять 250 миллионов человек, которые за последние 20 лет выбились в средний класс и тупо их всех убить. вот в истории Китая спецоперации такого масштаба были. В общем, 250 миллионов это не так много. Это примерно 15% населения. Ха! Они 50 убивали. Но проблема в другом. Во-первых, эти 250 миллионов человек, они как раз и олицетворяют движение Китая в рамках либерализма и в рамках технологического прогресса. А оставшиеся как раз сильно более консервативные. Это первая вещь. А вторая вещь, для того, чтобы проделать такую операцию, нужно, как это, иметь мандат неба. Ну, то есть, человек должен, все остальные должны понимать, он имеет право. Единственный способ сегодня показать, я имею право, это взять Тайвань. И после этого ему простят все. А после такого голосования, возможно, Си на это не решится. Вот. Ну, там я думаю, что он решится, судя по всему, уже все началось. Более того, я не исключаю, что Си ведет какие-то сложные комбинашки, потому что он как бы все время пытается объяснить всем окружающим, что он типа этого не будет делать. Кстати, сейчас нам заблокировали все основные контейнерные перевозки в наши порты. от Майерска до там еще нескольких крупных контейнерных компаний. Ну да, но это означает, соответственно, что это еще один удар по западной экономике. Все пойдет с сухопутным путем? Ну, там много разных вариантов. Из Китая пойдет с сухопутным путем. Вопрос экономический относительно России. Будет ли Путин вводить внутренние российские рублики, отвязанные от текущего рубля центробанцы? Откуда же я знаю. Это нужно спрашивать новое руководство Центрального банка. Ну, в принципе, этот механизм может быть задействован? Там есть целая куча механизмов, которые можно делать. Цифровой рубль, такая же система, как в СССР, соответственно, специальные инвестиционные институты, у которых отдельное финансирование. Ну, короче говоря, все это, как бы, это все можно сделать, но только нужно, чтобы люди, которые получили соответствующие полномочия, начали бы это делать. Они придумают. Нисколько в этом не сомневаюсь. Да, Петр. Скупка акций из фонда национального благосостояния, это благо, или это просто поддержка фондового рынка и растрата денежных средств? Ну, это некий инструмент, но я на самом деле не понимаю, поскольку они конфисковали наше, что нам мешает конфисковать. Я подозреваю, что это просто способ поддержки ликвидности. Я к этому отношусь достаточно философски. Эти ребята решили, что еще один триллион, триллион они украли на открытии трасти, тут еще сейчас триллион. Почему этот триллион пойдет на поддержку западников? Обращаю ваше внимание, что этот триллион нельзя конвертировать в доллары. Да, то и что получается, что они еще будут инфляцию раскручивать? Для чего? Да. А будут ли репрессии прямо в стиле 1937 года? Будут. вы претендуете на участие в качестве кого? Владимир Владимирович уже вам ответил на этот вопрос. Он сказал, вы готовы, спросил, вы готовы раскрутить маховик репрессий? Да, это уже было. А вы знаете, есть понятие, как его восстановить? Вот так вот. Раскрутить маховик репрессий это очень просто. И как у нас вот в 1937, где все на Сталина сваливали, друг на друга начнут писать доносы. Потому что у него жена красивее, а вот он дачу такую хочет, вот эту дачу. И в этом ворохе доносов очень трудно будет разобраться. Более того, еще раз говорю, как показывает подразверстка, Михаил Ильич об этом уже говорил, что когда село не отпускало продукты в город, а потом городские пришли подразверстка, они селу мстили за то, что у них от голода погибали родственники. Где гарантия, что люди, которые будут заниматься репрессиями, не будут мстить? Будут. Вот. Давайте. Портал мы на прошлой инвестиции обсуждали. Понятно, что Украина уже не будет, но присоединение, скажем так, областей или территории к России будет происходить через референдум или как? Давайте мы не будем обсуждать технические вопросы. Они будут решаться по мере поступления. Я не вижу предмета. Кстати, что касается Великобритании, то, знаете, сейчас же две страны претендуют на то, чтобы руководить Западной Европой. Это Великобритания и Германия. У них абсолютно противоположные позиции. У Германии есть ресурсы и нету кадров. А у Великобритании есть кадры и нет ресурсов. Поэтому очень интересно будет смотреть, как они будут бодаться. Не слушайте вы наши лекции. Вы об Ритании уже говорили, причем не дали, как, по-моему, на прошлом этом. А вот, кстати, о вредительстве. Вот тут объявили о том, что РЖД будет теперь требовать стопроцентную предоплату грузовых перевозок. Банковские гарантии временно не принимаются. То есть, они теперь хотят остановить перевозки внутри страны? Я так понимаю? И по Британии мы все мы еще раз говорим, что операция в Украине, потому что Владимир Владимирович сказал, что это братский народ и народ не должен там страдать. Это такая маленькая-маленькая часть той мощи, которая у нас есть. У нас уже есть малые ядерные заряды и мы на прошлом уже говорили, что для того, чтобы уничтожить Британию вообще, как фактическое понятие, Владимир Владимирович понадобится 4 часа. Поэтому истерика в Британии, они об этом знают. Вы знаете, что в Британии все метро начали проверять по поводу убежища? Только это не поможет. Наше оружие, оно, скажем так, это залп одной подводной лодки. Она уничтожает вот он прямо это море делает ломашеческим. А не ломашеческим проливом. Эта тема уже обсуждалась. И помощи нашей армии на данный момент ни у кого нет. И то самое НАТО, вот посмотрите, сколько народу представит, человек сколько тысяч, по-моему, 40. Посмотрите, какая территория на Украине и посмотрите остальные территории, которые там есть. Кстати, мой корреспондент из Литвы пишет, почему так много официальных медиарепортажей, особенно в США, что российские военные операции успешны. Ну, потому что это шикарнейшая операция. Дело не в том, что она шикарнейшая, а дело в том, что у Соединенных Штатов Америки логика другая. они через две недели объявят о том, что поскольку соответственно воевать с Россией, они не могут и не собираются. И поскольку там туда-сюда, то по этой причине Россия как бы надо признать явочным порядком то, что произошло, и не подрывать свою собственную экономику. Это гипотеза правдоподобная. А если соответственно Евросоюзу это не нравится, но тем хуже для Евросоюза. Евросоюз, кстати, ничего отменить не сможет. Я прошу прощения. Знаете, спасибо вам большое за вопрос. Здесь вот какая специфика. Значит, с одной стороны, это острова, и в данном случае Сергей Васильевич довольно конкретно об этом сказал. То есть вот этот мозговой центр, эту большую голову, в общем, снести довольно несложно. Существует еще такое понятие, как британское содружество, которое объединяет довольно много стран. Главой британского содружества, вы знаете, является королева. То есть королевский дом, так и Ленович. Но тут у них есть проблема. Ну, я вам все-таки британской империи не сопоставим со сроком существования российской, То есть он меньше, она очень, это очень короткий период. Но фактически, в общем, по большому счету, ну, что там, Виктория, да, к 45-му году уже империи фактически не было, да. Ну, а там Суэц, вот, 60-е и вообще полный конец. Проблема их заключается в том, что, будучи островитянами, понимаете, вот, ресурс на то, чтобы держать вот это распыленное пространство и свою бесконечную агентуру, которая бы на них работала, нужно тоже за что-то, а ресурса для того, чтобы это делать, нет. Поэтому, я прошу прощения за очень непристойную цитату, но она есть в записных книжках эльфа, есть такая запись. До революции он был генеральской задницей. Я когда была юной, я не очень понимала, что там есть двойственный смысл. Извините, пожалуйста, конечно. Революция его раскрепостила, он начал самостоятельное существование. Вы понимаете, часть этих стран, вот как Барбадус, берет и выходит из британского содружества, потому что чует, что пахнет керосином. А своя рубашка ближе к телу, а эти далеко. И ресурса для покупки их элиты и прочее, прочее, он заканчивается. А тут страшно, понимаете, и тогда нужно идти по чьи-то другие зонтики и так далее. Поэтому распадется само британское содружество. Это тоже важно. И еще одна такая конкретная деталь. Вот мы с Михаилом Леонидовичем довольно много это обсуждали. Ну, немного, кратко, но как бы касались этой темы. Там очень интересная штука происходит внутри. Сейчас. Мало того, что своя свара внутренняя существует между Тори, то есть, когда ситуация столь критичная, начинаются конфликты внутренние. Они, естественно, тоже обнаруживают себя. И мы видим, как это самое министры иностранных дел метят на место Джонсон, то есть, свои же пытаются как-то уже сместить Джонсона и так далее. Но там еще все интереснее. Там Уоллес шотландец. И там сейчас к власти совершенно очевидно рвется условно шотландская партия, которая говорит, мы готовы сохранить Великобританию на островах, только тогда дайте порулить, потому что а вы понимаете, вот те из вас, кто более-менее разбирается в том, что такое и какие реваншистские мысли есть у шотландцев, которые, конечно, страдали не так, как ирландцы, но у них есть свои обиды на Лондон. И тогда они говорят, вы не можете спасти Великобританию, дайте нам ее спасти, вот сейчас эта борьба идет. И я замечу вам вот очень интересное такое, косвенное совершенно проявление. Я довольно неплохо знаю Джонатана Стилла, одного из старейших авторов газеты Гардиан, очень серьезный журналист, довольно крупный. Он написал недавно статью, она была опубликована, я ее внимательно читала. В этой статье о Гардиан действительно, мало того, что они лейбористы, так они еще и на Шотландию ориентированы. Ну, это как бы вот их внутренняя такая специфика. А он написал о том, чтобы Путин не мог поступить иначе. Вся статья посвящена именно этому. Вот. я знаю, что Джонатан участвовал в закрытом заседании, он просто мне об этом рассказал, когда там обсуждалось, что вот надо на Россию и так далее, в атаку, вперед, там, шашкой коня и на линию огня и так далее. А он, будучи человеком немолодым, ну, и словистом, он хорошо, довольно неплохо говорит по-русски, он так осторожно спросил, а, ребята, а что, серьезно, вы с русскими готовы воевать? Вы думаете, что вы можете в войне русских победить? И тогда на него страшно набросили, сказали, что он, значит, агент Путина и так далее. А распубликуют сейчас его статью, да еще на такую тему, и с таким очень профессиональным разбором всей этой ситуации, что другого выхода вы Путину не оставили. Вот. Да, она очень осторожная, такая, как бы, да, политкорректная в каком-то смысле, но на грани. И вот эти первые ласточки, они начинают проявляться. Я серьезно это говорю, и понимать, о чем дело. Всегда приятно иметь противника, который держит тебя в тонусе. На самом деле, это хорошо, когда есть противник, который держит тебя в тонусе. В каком-то смысле, когда пошли вот эти вот социальные эксперименты на Западе, обратите внимание, что в основном мы реагировали так. Даже те, кто прозападные, нейтрально-западные, антизападные, неважно совершенно. Но наша реакция была удивительной совершенно. Мы все время вставали в такой позу, разводили руками и говорили, враг, ты нас предал, потому что ты предал самого себя. Ты где, ау, очнись, давай. То есть, мы готовы были держать их в потенциальных противниках и врагах, но мы сказали, ты же уничтожаешь сам себя. То есть, на самом деле, у нас даже некоторая растерянность такого рода, явно совершенно, она будет расти, по большому счету. Вот Михаил Леонидович, когда я задала ему один вопрос, он сказал, вы понимаете, для них это предмет веры. То есть, например, для наших западников или так называемых либералов, Запад это предмет веры. Когда я спросила одного из наших миллиардеров, простите, а если вы вывели средства из российской юрисдикции в Лондон, а почему вы считаете, что они защищены? Ведь у вас же в любой момент ну, по каким-то там основаниям могут их оснять. Он очень удивился, он не глупый человек, я сразу говорю. Он сказал, как? Такого не может быть. То есть, я спросила Михаила Леонидовича, почему этот не глупый человек мне так ответил? Он говорит, и он мне сказал, потому что это предмет веры. Вот сейчас, понимаете, очень трудно, на самом деле, это вот, ну, это такой катарсис, но отрицательный, понимаете, да, и он будет наступать. Вот это отрезвление, оно будет происходить несколько быстрее. Гораздо дольше нам придется заниматься действительно реабилитацией обществ на постсоветском пространстве, потому что я считаю, что и дипломатическая, и разведывательная работа военных, я сейчас за скобки вывожу совершенно, в данном случае их это не касается ни в какой мере. Вот. Она провалена, потому что мы действовали на постсоветском пространстве по остаточному принципу. Это была ссылка для наших дипломатов, это была ссылка для резидентов службы внешней разведки и так далее. И в этом смысле адекватную информацию и адекватные анализы, синтез того, что происходит, ну, грубо говоря, они не делали и не представляли высокому начальству. Но, ну, что теперь делать? У нас военная страта сейчас приобретает особую роль, и я надеюсь на то, что профессионалы в рамках Министерства обороны и прочих разных ведомств типа Генштаба довольно быстро обретут компетенции. У меня есть основания полагать, что они этим занимаются. Наш общество тоже постсоветское, передается? А можно я... Наша общество российское. Не-не-не-не-не. Вот можно я отвечу на вопрос? Был вопрос об идеологии, о том, что почему мы у нас вот там не СССР-2, почему, опять же, вы задаете вопрос, какое мы общество. Я выписал свои тезисы просто для того, чтобы я их сформулировал, как в формулировке, чтобы их точно произнести и не запнуться, я их прочитаю. Россия всегда будет действовать в своем историческом праве мировой цивилизации, несущей народом мир и справедливость в высшем ее понимании. Нам не нужен международный или какой-то третейстый арбитр. Мы, Россия, в своем историческом праве победителя трех мировых войн. Мы народ победитель. Мы сейчас предотвращаем Третью мировую войну. Мы уничтожаем провокаторов этой войны. Мы ликвидируем базу этих провокаторов. Поэтому мы несем мир и справедливость, потому как мы этот последовательный послевоенный мир создавали и ответственны за его поддержание. На нас лежит священная миссия как победителя фашизма не допустить повторения нацизма и мировой войны. То, что мы учредили ООН, не значит того, что мы отказались от своего исторического права победителя в пользу ООН. То есть мы народ победитель и мы ответственны за мир. И мы это право как историческое право победителя во Второй мировой войны никому не передали. Вопросы есть? Да. Я хотела бы спросить, вы можете как-то комментировать белорусское участие и белорусские перспективы в событиях? Ну что, Белоруссия себя показала очень хорошо. Они соблюли нейтралитет. То, что с их территории это было, это как бы батька же он всегда такой вот батька, да? То есть с нашей территории ну это ж не мы, а ну само. Да, да. Да. Именно так. Да, у мирового сообщества к батьке есть вопросы, нет вопросов, потому что они его не признают. Нет, ну под санкциями он такими же. Да, он под санкциями давным-давно. Владимир Владимирович как-то попытался сделать так, чтобы вот Минский почему в Минске переговорный процесс был поднять. Ну а потом батька вот с этими какими-то западными опять просто слушался западников и как-то отошел. А теперь после путча у него все нормально. Теперь батя в первом ряду с какого-то с попкорном там с квасом смотрит, что было бы с ним. Прямо так. И он говорит нет, нет, а вот не русские нет, конечно они прошли через нас смотришь русский, я-то батька, я вот сижу. Все, у него все хорошо. Посевная скора готова. Посевная скора, да. Немаловажный факт. Посевная скора. Ну, Каина это уже поздно. Ну, это уже поздно. во-первых, уже поздно. Потом все скажут, батька специально это сделал для того, чтобы Украину захватить. И распахать. Да, и распахать. Не знаю, будет он это делать, не факт. Как-то вот. Дальше вопрос. Сейчас вернемся немножко в русское такое пространство айтишников. И мне, например, сверху на работе приходит требование срочно своих подчиненных убеждать уехать. Ну, выделяя очень много мы уже это обсуждали о том, что айти-сектор у нас есть свой айти-сектор и люди, которые в жесткой форме запрещают делать, чтобы айти-сектор ушел. Это вот фамилию этого товарища надо просто убрать и прямо из окна вывешивать. Потому что это пятая колонна. Мы об этом уже говорили. Айти-сектор у нас хороший. Но пятая колонна в том числе и в министерствах не дает ему развиваться. Это факт. Вот у меня есть возможность удержать там семь-восемь человек. Удерживать. Как их удержать, если скажем они достаточно фанатичны. Может есть какие-то предложения. Фанатичные куда? В каком смысле фанатичные? Фанатичные верят в то, что нужно сваливать. Ну, пусть валят. Пусть валят. обращение. Капитализм никто не отменял. По этой причине они все очень скоро начнут работать за еду в Египте. Потому что они чужие. Они никому там не нужны. Ну, я уже не говорю про то, что в связи с общим экономическим кризисом количество людей, которые будут использовать новые эти решения, будет падать. и спрос будет падать. И количество программистов такого будет не нужно. Ну, и что будет дальше? Дальше они побегут обратно в Россию. А тут все будет занято. А тут все будет занято. И да, будет дорожать. Да, им тоже будут говорить, ну, давайте работайте за еду. Не, ну, пожалуйста, вот мы тут провели в интернет во все деревни, ну, условно говоря, там, Кировской области. И вот тут вот есть такая вот деревня в лесах. Можете там жить и работать. Печку топить, корову доить. Ну, жена у вас же есть, вот пускай корову дует. И будет вам счастье. А вы будете программировать, и вам за это будут присылать те деньги, которые вам будет достаточно для того, чтобы заплатить налоги и заплатить, соответственно, за этот самый интернет. Я считаю, что, я прошу прощения, у меня есть предположение, я могу ошибаться, потому что это совершенно не мои компетенции. Я полагаю, что перед людьми такого плана, который достаточно специфичной психологией обладает, нужно поставить сверхзадачу. И это очень интересное дело, потому что мы сейчас в том числе, мы уже показали, что мы способны совершить прорывы, да, на старых советских наработках военно-технической области, но нам сейчас перед нами просто непаханное поле этих задач. Они как раз встанут перед этими людьми, их это увлечет в любом случае. Они из Савлов-Павлов ну вот так вот превратятся. Но это сверхзадачу они сами себе поставить не могут, понимаете? А им нужно придумать идеи программ сейчас и так далее. То есть пойдет актуализация этого всего и они про все остальное забудут. Так, давайте спросим. Подождите, дайте человеку спросить, он руку тянет, тянет, что вы прямо? Так, у нас тут есть молодежь, разве в бункер, у нее есть вопросы, у 20-летней? Здесь вот так. И у них преимущество всегда? Я попросил. Хорошо, ладно, следом. Так, ваш вопрос. У нас на факультете высшего управления власть над умами выше власти над телами. А тут много говорится про у нас такие ракеты, холодильник, людям будет нечего кушать. Но мне кажется, это все-таки как бы власть через насилие. А сделать людей своими союзниками и их на нашу сторону повернуть, это важнее. Есть вообще понимание, что надо усиливать пропаганду и контрпропаганду? Я читаю наши листовки, которые на Украине разбрасывают, но они такие вот, но никакие, они пресные. Есть понимание, что надо как-то усилить эту работу? Не просто людей пугать, что вам жрать будет нечего, вы к нам приползете. Что вы спросите? Вы спросите, полковника об этом. Мы вам дадим человека, который понимает, как вы работаете. Я, может, я не по адресу, но мне кажется, что это настоятельная необходимость усилить пропаганду и контрпропаганду. У нас есть специалисты по этому поводу. Это второй уровень. Вам газенка... Вы знаете, как роют туннели? Их роют с двух концов. Поэтому... С двух концов рыть нельзя. С двух сторон. С двух сторон, извините. Спасибо, Сергей Васильевич, если бы не вы, да. Вот. И это то же самое. Во-первых, вы должны обеспечить какой-то материальный уровень для того, чтобы человек не мог... Знаете, вот в блокадном Ленинграде это просто наваждение, да, начинается психоз от голода. Вот этого допустить нельзя. Вот это минимальная порция человек должен получить. Вот это материальное обеспечение. Понятно, да? И дальше работают, соответственно, ментальные парадигмы. Вот и все. И тогда можно понимать энтузиазм, да, что с энтузиастом, прочее, прочее. Потому что по-другому это не делается. По-другому это не делается. И у нас опыт подобного рода, он, понимаете, в генах находится. Вот я недавно думала, слушайте, вы вспомните, во-первых, в истории нет такого примера вообще никогда. Это наша борьба с неграмотностью. Вот нет, примера нет, просто нет. Это феноменально и это чудо. Второе чудо это вопрос с беспризорниками, между прочим. И с преступностью. У нас за две недели, если я не ошибаюсь, справились с кокаиновой мафией в 20-е годы. Две недели. Метод был прямо скажем. Да, метод был очень интересный и очень эффективный, да. А я поддерживаю. Эти стены многое помнят. Да. И все это... Кокаиновой мафии на самом деле самый выдающийся результат в истории в этом смысле. Это, конечно, то, как Китай справился с наркоманией. После копиумных войн 30% населения Китая были наркоманы. 30%. Сколько им понадобилось лет, чтобы с этим справиться? Несколько. Несколько. Ну и все. Так, попробуйте. Есть вопрос, да. Хотелось бы... Добрый... Хотелось бы... Добрый... Добрый... Послушать ваше мнение еще на военный эскир и сходящий из этого декоратива ожидания. Ожидание чего? Мы же уже все сказали уже, что мы ожидаем. Я просто не понял. Си Цзиньпиня назначили главным коробщиком. Он должен сделать подвиг. Подвиг это возврат Тайваня в свою гаду. В лоно родине. В лоно родине. Россия сказала, Владимир Владимирович сказал, когда Олимпиаду открывали, что наша позиция по единому Китаю неизбежна и ничем не поменяется. Вот теперь как у китайцев у них хуй-буху выражение можешь не можешь. Тебе все дали, тебя все поддержали, ну давай. А скоро съезд партии в этом году. В конце. В октябре. Вот у него срок. Это надо у Си спрашивать. Тишина или не тишина? Войска у него есть, техника у него есть. Маневры идут постоянно. Маневры идут постоянно. На Тайване много народов, больше чем половина, требуют воссоединения. Чего синий какого требуют. Военные требуют, например. Ну да, все хотят быть большими. Что будет экономически? Экономически значит мир не готов к тому, что микроэлектронно-элементная база в мире сохранится. то есть вопросы создания чипов, микросхем и прочее, где у нас Тайвань занимает много места. США могут это сделать только к 25-му году. Мы разные оценки или 25-й год, или 24-й, как будут напрягаться, как будут членников по башке бить. То есть хитр скоро во многих местах станет недоступным и невостребованным. Простите, я кажется, я забыла одну вещь сказать про Британию. Знаете, какая у них такая вот глобальная ответственность? Они отвечают за вот эти вот кабели, которые проходят по дну океана. Извините. Вы знаете, кабель на скупке сдать сколько денег? Это украинский прапорчик, да? Вы ему няните. Пока туман. Ну, туманно что? Давайте ваш вопрос. Как бы пока непонятно. Ну, мы тоже не знаем. Что вы хотите? Это же зависит. Вы хотите, чтобы мы вам сказали день и час, которые назначены операции? Для этого? Вы не знаете. От них же не знает. Никто. Ваш вопрос. Прозвучала сегодня информация на некоторых каналах в Телеграм-канале через две недели о том, что у нас есть. 4-го или 5-го числа? Нет. Военное положение в данный момент невозможно. Все же... Есть несколько точек зрения, да? Опять же говоря, о пятой колонии. Владимир Владимирович не ходит по метро, по коридорам. Ему кто-то докладывает. Правильно? Правильно. Вот те люди, которые докладывают, они в этой же парадигме и действуют. Когда ему говорят, что вы нападете, рейтинг рухнет. с начала операции поддержали 61%, причем это Левада говорит, это не друг и не брат. А сейчас у него рейтинг вырос еще на 63%. Как вы думаете? Уже на 73%. еще существует какой-то другой канал связи. Откуда-то. Мы его не знаем, но мы его видим, его плоды. И я не думаю, что Владимир Владимирович ведет военное положение. Очень многие хотят, чтобы Владимир Владимирович это сделал. И многим, допустим, многие ректора сказали, там четвертого такого-то, чтобы там все сидели куда-то ходили. Ну, как вы думаете, ректора враги себе, что ли? Они с этими студентами живут, они вот в одном помещении ходят. То, что пятая колонна жутко активизировалась, это факт. А почему активизировалась? Потому что деньги у них там. Где кошелек, там и как вот туда и сердце. А при этом, соответственно, у них в голове либеральные картины мира. Они не могут себе представить, что либералы проиграют. Они не могут себе представить, что у них не будет этих денег. Они вот если я этого представить, не могут. У них в голове вот просто вот это в их понимании это невозможно. И по этой причине они продолжают гать. А потом, когда их возьмут под белые руки и отведут вот в этот вот подвал, они будут топить, а нас за шо? Зачем наш-то подвал? Нет, заканчиваем. Все, спасибо большое. Да, и последнюю фразу, которую нужно сказать, уже не под камерой, а не нужно строить иллюзии, что Владимир Владимирович трусит и где-то отступит. Несколько лет назад мы начали говорить о том, что нас ждет левый поворот. И вот этот левый поворот наступает. Мы вступаем в новый мир. Этот новый мир пойдет под знаком просвещенного народовластия. Что это такое? Зачем это нужно? Как это будет работать? Мы этому учим наших студентов. Девятый поток стартует на днях. Записывайтесь на факультет высшего управления. Редактор субтитров А.Семкин